Иногда такое случается и крайне редко, когда в один день сдаются два экзамена, причем достаточно крутых. Кандидатские минимумы, если что. Да и не каждый может сдать их оба на 5 баллов. Не каждый. Ну да ладно, это была бы тема, если бы это можно было бы сделать. Но суть-то другая. В один день два соревнования. Я не собираюсь сделать из сыда чудо чудное. Но если, допустим, в борьбе он может себе показать, то чуть удлинившись на расстояние руки и ноги и всяких приспособ, и занимаясь с моей точки зрения более продвинутым искусством из Японии, почему бы и нет? Чуть дальше и естественно он станет хорошим стрелком. А может и полетит на самолете. Я не знаю, но суть бытия мужчины я сделать постараюсь. Так вот, это второй год с каратэ. И это хорошо. Мы видим кота других и стараемся быть похожи. Но главное это тренера. К сожалению, в бытность мою этого не было. Но сейчас и я это видел, и я снимал, и это был все такой. Да, мы катались более 15 лет назад. Были и в Челябинске, ездили и в Москву. Я смотрел и дивился, как экстра-специалисты в бытность остаются обыкновенными людьми. А еще мне нравилось стремление. Детское. Не тыриться в подвалах, а грамотно работая, получать результат. И про это будет речь. Каждый год. И не иначе мы видим то, что делает тренер из практически любого человека. Если есть у него желание, естественно. Скорость, качество, естественно, результат. Да, процедура длительная. Но как вы хотите. Зато обратите внимание, искусство кота. Было раньше становится лучше. А вот вам первые данные. А вот вам кумите. И почему это все не для сына? Вопрос интересный. Я отвечу. Чем раньше человек поймет удар, тем будет проще и позже его избежать. Без потрясения мозгов. Без сотрясения. Поскольку и меня били, и я бил. И все мои сотрясения переросли в рак мозга. Чудовищное и неприятное удовольствие. Особенно зная цену. Там еще, конечно, многое прицепилось. Но это из другой оперы. А теперь тема то-другая. Почему при всех падениях я переворачиваюсь на руки? Потому что я ходил в борьбу. Вот как. Стандартная борцовская стойка. И даже если вас закатят назад, вы в полете перевернетесь. И не будет дикого падения. Круто. А как вы думали? А вот сюда мы не попали. Но все равно мы вам покажем. Потому что и это такая же работа. К слову о том, что реально произошло. Была борьба классическая. Чуть позже и после гимнастики было круто. Было круто и в одном месте. А сегодня приходится перемещаться. Но качество есть. Дети работают и показывают стремление быть лучше других. Хорошее стремление. И мы не будем давать волю психам. Стремление показать себе, что ты можешь. Вот это главное. Вот в чем вопрос. Обуздай стихию. Переведи ее в качество работ. И получи тему правильную. Да не все всегда получается. Да в любом случае и даже без призов вы видите правила. Ребенок контролирует эмоции. Конечно не все станут крутыми. И это ваша тема. Тема контроля. И она хороша. Ну а что будет дальше? Призы. Но не в этом суть. Вы на данном этапе можете быть и не наворочены. Ничего рано или поздно. Может быть и вы получите заветную награду. Для нас же главное участие. А затем уже мысль, как в будущем добиться большего. К слову о том, что мы вместе не забываем о сути. Это ваш перец или перчинка. Это вы вместе ездите. Это ваша правильная семья. И то, что вырастет из вашей сути. И это лучший показатель общения. Вас и вашего будущего.